И в хадисе пришло, что пророк, алейхиссалату ассалам, сказал Абдуллах ибн Аббасу, радаиллаху анхума Знаешь и говорит, что если все творения объединятся, чтобы помочь тебе в чем-то, никто тебе не поможет, кроме той вещи, кроме какой-то вещи, которую уже предписал тебе Всевышний Аллах. И если они все соберутся, чтобы навредить тебе чем-то, не навредят они тебе ничем, кроме того, что предписал Всевышний Аллах. Хорошо, потому что перо уже поднято, и свитки уже высохли. Где этот хадис мы проходили? В 40 хадисах имама наулы. Кто был на этих уроках, помнит хадис ибн Аббас. Нет, это заходит в вопросе, нет, это Аллаху Алим, не заходит в того, как он. То есть ты имеется в виду, ты ждал от человека, ты ожидал от него, что он сделает. Почему? Потому что ты сказал ему сделать то-то, то-то. И ты поэтому, строя хорошо планы на то, что такой-то человек должен выполнить то, что я ему сказал или же обязал его чем-то, хорошо ты строишь свои планы на этом. В итоге этот человек не сделал, да, то есть оно нет упования здесь. Здесь ты положился на то, что ты ему сказал, сделай то-то, то-то. И поэтому ты ставишь себе расчет, что такой-то человек сделает так-то, так-то, поэтому, то есть я, например, должен сделать то-то, то-то. А тут ты сделал свою работу, а тот человек не сделал. И ты говоришь, я надеялся, что ты ее сделаешь, ты меня подвел и так далее. То есть это немножко другой вопрос. Как мы говорили, то есть оно, быть может, на русском языке немножко трудно, но в арабском языке оно понятно. То есть тавак коль – это тавак коль. То есть нельзя сказать в том, что ты говоришь тавак коль. Это не называется тавак, это тавак коль. То есть я тебе верил такое-то, такое-то дело, а ты с ним, то есть его не сделал, ты меня подвел. Вот что это значит. Оттого, коль, это значит свои дела, все верить этому человеку. Что ты говоришь, что если не такой-то, то все, то есть мы, хорошо, то есть ничего у нас никакого, то есть мы ничего не сможем. Уповает, например, какая-то команда дворовая, хорошо, они играют в футбол, и говорят, если Сашка не придет, то мы по-любому проиграем. Почему? Потому что именно он станет причиной нашей победы и так далее. Это страшное дело, нельзя говорить. Да, понятное дело, что оно не будет, мы не скажем, аудзабильля там, ты кафер и так далее. Почему? Потому что он имеет в виду что? Потому что там тот же самый Сашка и так далее. хорошо играет в футбол и так далее и тому подобное. Но вместе с этим, чтобы это доходило до того, что упование хорошо, то есть если вдруг такая-то, то есть у меня сделка прогорит, все, я не смогу жить и так далее, ах, и откуда ты знаешь, Субхану? Ты на эту сделку уповаешь, что ли? Уповай на Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, Аллах, Субхану ва Тааля, эта сделка, другая сделка, Аллах, Субхану ва Тааля, он, то есть, раззак, он тот, кто дает имущество. То есть можно сказать, что есть вещи, которые только Аллах, ну, подозревают? Нет, нельзя, мы сказали, что уповать нельзя ни на кого, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Все вещи подвластны только одному Аллах, Субхану ва Тааля. Но Аллах, Субхану ва Тааля, который обязал нас уповать только на Него, обязал нас совершать причины. И мы совершаем причины и надеемся, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, путем этих причин даст нам то, что мы хотим. Подобно тому, как человек женится. Женить у нас причина чего? Появление детей. Сколько есть пар, которые женились и нет у них детей? Есть или нет? есть другой у которых Аллаху мабарик сколько детей хорошо другой хорошо то есть у него нет детей хотя и тот и тот выполнил причину. Результат от кого? От Всевышнего Аллаха Субханна. То есть человек, если женится и говорит то, что я женюсь, и у меня будут дети, это нормально, потому что женитьба это причина для детей хорошо. Но он не уповает только на сам свой акт там и так далее и тому подобное. Он говорит, что если Всевышний Аллах Субханна пожелает, хорошо, то есть в чреве появится ребенок и родится ребенок. Если Всевышний Аллах Субханна этого не пожелает, такого не будет. Но он выполняет причины, хорошо? Таамам. Поэтому, братья, абсолютно все дела, они возвращаются к Аллаху Субханна. То есть я почему это говорю, братья, потому что все заявляют, что они сунниты, что мы приверженцы сунны пророка, алейхиссарату Субханна. Какой ты суннит, какая сунна пророка, алейхиссарату Субханна, если ты ее не знаешь? Если у тебя любой человек неверующий придет и скажет, расскажи мне, что ты сунны пророка, алейхиссарату Субханна, ты скажешь, не учил, извини. Алейхиссарату Субханна, не учил сунны пророка, Алиса, а что ты учил? Чем ты был занят тогда? Алиса Саратоваса. Это человек должен хотя бы элементарный какой-то минимум знать что-то из жизни посланника Алиса Саратоваса, чтобы не говорило ну вроде же как-то, ну было же что-то там и так далее. Нет. Яхи, то есть тебе никто не говорит, бухари муслим заучить. Какие-то вещи, то есть человек, если бы он часто читал бы хадисы, если бы он, то есть это было, как говорится, шугл-ушагль, работал бы этим, постоянно интересовался бы там книги, читал и так далее и тому подобное, он бы знал, то есть хотя бы на своем языке, но он смог бы разъяснить, рассказать какие-то истории, какие-то вещи из жизни пророка Алиса Саратоваса. Томан. Уху ва ладзи ястахику ан юабад, ва ан ютаваккал алий. И Аллах Субханнаху ва Тааля, он тот, кто, то есть достоин того, чтобы ему поклонялись, хорошо, то есть чтобы ему поклонялись и уповали на него одного. Томан. Уан юдаа, ва юрджа, ва юхафа, Субханнаху ва Тааля, то есть только одного Всевышнего Аллаха Субханнаху ва Тааля, к нему можно обращаться с мольбой, надеяться на него, бояться его, Субханнаху ва Тааля. И все остальное, братья, все, что помимо Всевышнего Аллаха Субханнаху ва Тааля, это всего лишь творение. Которое, то есть в руках Аллаха Субханнаху ва Тааля, он управляет этим. Поэтому, если человек задумается над хадисом Ибн Аббаса, что пророк Алиссалату Ассалам сказал, что если все от первого до последнего объединятся, все вместе, против тебя, мискина одного, чтобы чем-то тебе навредить, ничем тебе не навредят, кроме того, что уже предписал тебе Всевышний Аллах Субханнаху ва Тааля. Если Аллах Субханнаху ва Тааля предписал, случится. Если не предписал, не случится. Тогда там вам вопрос. Все объединились против тебя, чтобы навредить тебе. Страшно или нет? Аллаху ва Тааля. Все. Один я, мискин я. Что могу сделать? Хорошо. Кому обращаться тогда? Просить их, пожалуйста, оставьте меня и так далее. Убегать от них. Оставлять религию Аллаха Субханнаху ва Тааля, чтобы они тебя оставили. Или же взывать к тому, кто если предпишет тебе, это с тобой случится, а если не предпишет, то не случится. И удивительное положение. Люди, боясь творений, оставляют религию Аллаху. То есть ты оставляешь то, что защитит тебя от этих людей, желая довольства этих людей. То есть поэтому Всевышний Аллаху, если пожелает, хорошо, тебя коснется что-то, если Всевышний Аллаху пожелает, оно тебя не коснется. Поэтому все, братья, вещи, все какие-то плохие для тебя скверные вещи, будь то люди, шайтаны, хорошо, то есть джинны, люди, неважно, то есть неважно, будь то, хорошо, то есть змеи, какие-то хищные животные и так далее, все то, что может тебе чем-то навредить, насекомые, скорпионы и так далее и тому подобное, все это в руках одного Всевышнего Аллаха, никто больше ими не управляет. То есть если Аллах, субхану Таля, пожелает, хорошо, что-то из этого коснется тебя, хорошо, то есть каким-то своим вредом и так далее. А если же Аллах, субхану Таля, не пожелает этого, то тогда ни в коем случае, как бы они не пытались, ничего они не смогут сделать. Поэтому к кому нужно обращаться, хорошо, к Аллаху, субхану Таля. Поэтому не бойся никого, кроме Всевышнего Аллаха, субхану Таля. И поэтому, братья, все благо в руках Всевышнего Аллаха, субхану Таля, как Аллах, субхану Таля, в Коране сказал о себе, в твоих руках, то есть, о Аллах, благо, поистине ты способен на всякое, то есть ты можешь абсолютно все. И поэтому удивительно, братья, есть люди, которые говорят, яхи, субхану Таля, не говори иди на Божие, не говори это, не говори сунна, не говори то-то, не говори это, и вся его жизнь в страхе, хорошо, и, быть может, он даже ничего из своей религии не знает, хорошо, не знает ничего, что приблизило бы его к Аллаху, субхану Таля. Другой же говорит, яхи, у нас есть, хорошо, то есть, сунна пророка, али сарату, салам. Мы, то есть, неоголтелые фанатики, которые бежим там где-то в центре города, кричим и так далее. Но вместе с этим, кто может тебе запретить доносить Слово Всевышнего Аллаха, субхану Таля? Кто может тебе запретить доносить сунну посланника, али сарату, салам? Какой вред, какое зло может коснуться меня, если я выполняю повеление Аллаха, субхану Таля, который обязал меня изучать его религию, и я иду, чтобы изучать его религию. Какое зло может мне коснуться? То есть, кто так думает о своем Господе? А если вдруг, по мудрости Всевышнего Аллаха, субхану Таля, даже что-то случится, Что это? Это благо, альхамду лиллях. Альхамду лиллях, то есть это значит, что ты, иншаллах, на правильном пути. Тебя коснулось то, что касалось до тебя кого? Посланника, алейсалат, самабу-вакра, умара и так далее, то есть подвижников, имамов. То есть ты думаешь, что все так просто будет, что ли? Что ты отдыхал на этом свете и будешь отдыхать на том свете? Два хорошо не бывает, как говорится. Аллаху мустаан. Поэтому, братья, все благо в руках Всевышнего Аллаха. И никто, братья из творений, не сможет дать тебе что-то из блага, если только не пожелает этого Всевышнего Аллаха. И это будет всего лишь причиной тогда, по которой Аллах явил то благо, которое и так пожелал и бить тебе. Человека нету денег. У него, то есть трудно с имуществом. И он идет, обращается к такому, тот закрыл перед ним дверь, обращается к такому, обращается к сякому и так далее. И единобожник что делает? Просит Всевышнего Аллаха, Субхану. И в Аллахе, братья, клянусь Всевышним Аллахом, кроме которого нет божества, достойного для поклонения. Тогда, наоборот, люди к нему приходят и ему пытаются, пытаются чем-то помочь и так далее. И он уже закрывает дверь и говорит, закумнух, хейрен, кифай, идите в другую дверь. Хорошо, у меня все хорошо, аль-хамдуля, идите в другой месте. И разница, братья. Поэтому в хадисе пришло посланник, алейсалату асалам, сказал, что тот человек, который поставит дунью перед своими глазами, хорошо будет бегать за ней. Бегать, бегать, бегать и никак не сможет ее догнать. А если он отвернется, повернется ко Всевышнему Аллаху, Субхану Талли, дуне, оставит там, где она должна быть хорошо, сзади, позади она будет, то тогда, желает она того или нет, она сама к нему придет. Дуне придет к нему, Субхану, и откроется ему хорошо, даже мирское, если Всевышний Аллах, Субхану Талли, пожелает это. Поэтому тот человек, у которого есть какая-то нужда, обращается ко Всевышнему Аллаху, Субхану Талли, потому что, в Аллахе, если у тебя два друга, у одного тысяча долларов зарплата, у другого сто тысяч долларов, у тебя нужда долг, к кому ты обратишься? Обратишься ко второму, который богаче, так же, потому что ему будет проще дать, он тебе больше даст, он будет проще, возвращать тебе будет проще, то есть этот нуждается, мне скинь каждую копейку, считай, а этот, ах и без проблем, через два года вернешь или же вообще забудь там и так далее и тому подобное. А что говорить о том, кто дает как этому, как и тому, и другим, и всем от первого до последнего и будет давать и давал, и абсолютно за все это время даже на хорошо, то есть на букашку не уменьшилась его сокровищница, это Всевышний Аллах, Субхану Талли. Поэтому зачем, Субхану Талли, это глупость человека, когда просит кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Талли. Как мы говорили, что, то есть, даже сподвижники, когда у них рвались шнурки на сандалях, в первую очередь обращались ко Всевышнему Аллаху, Субхану Талли. Человека останавливает хорошо полицмейстер на дороге. Первое, что в голову приходит, так, кто мне из знакомых есть? Так, в ГАИ такой-то, такой-то, сейчас этому не вариант позвонить, потому что я ему вчера уже звонил, хорошо, за тонировку сегодня, превысил скорость, наверное, мне по... Ах, и взови к Аллаху, Субхану Талли. Во-первых, не нарушай, конечно. Хорошо, то есть, но если ты вдруг такое случилось, что тебя, то есть, незаслуженно и так далее, как-то что-то хотят тебе сделать и так далее, ах, и обращайся ко Всевышнему Аллаху, Субхану Талли. Да, хорошо, действительно, то есть, если кто-то тебе может помочь, опять же, в том случае мы говорим, когда ты истина на твоей стороне, не когда ты нарушил, то есть, когда истина на твоей стороне, кто-то хочет тебе какое-то зло сделать и так далее, хочет у тебя там, не имея на то права деньги забрать, там, взятку потребовать и так далее, и тому подобное, это другой вопрос. И ты, в первую очередь, должен, хорошо в сердце у тебя кто быть? Аллах, Субхану Талли. Самое первое, о ком ты вспоминаешь, я, Роб, о Аллах, помоги мне. Приехал ты куда-нибудь, хорошо, тебе нужно купить продукты. И ты видишь то, что машин много, места машину поставить нет. И ищешь, и попроси Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, в чем проблема? Тебе трудно, Субхану Талли, или же тебе жалко, что, то есть, что, то, что, то есть, какая причина может быть у человека, которая запрещает ему вызвать к Аллаху, Субхану Талли, даже в таких простых вещах. Хорошо, то есть, или же какие-то вещи ему нужно купить, штанов нет у него нормально, хочет штаны пойти купить. Что тебе мешает перед тем, как пойти в магазин попросить Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, что по хорошей цене, хорошие штаны, которые нужны тебе, ты попал. То есть, какая причина у тебя есть, чтобы не попросить Всевышнего Аллаха, а просто идти, потому что ты услышал, что есть скидка, и так далее, и тому подобное. То есть оно нет проблем, какие-то мирские причины, то есть оно дозволено, Аллах, субхану дали, дозволил это. Но вместе с этим, почему бы тебе у раба Аллаха не связать свое сердце еще раз и еще раз, мы не будем говорить в лишний раз, еще раз, хорошо, с Аллахом, субхану дали, попроси даже в таких простых делах, почему нет, хорошо, опаздываешь ты, поздно выходишь, хорошо, и не хочешь, чтобы брат обиделся на то, что ты опоздал на урок, хорошо, попроси Аллаха, субхану дали, может быть, все цвета будут зеленые у тебя, хорошо, то есть или же брат сам, не дай Аллах, опоздай, и так далее, Аллаху мистану, но это не нужно просить, хорошо. То есть поэтому, братья, человек должен связывать свое сердце с Аллахом, субхану дали, в Аллахе, братья, тот человек, который свяжет свое сердце с Аллахом, субхану дали, в малом и великом, будет, братья, то есть удивительные вещи видеть в своей жизни, в Аллахе, в Аллахе, братья. То есть, или же Аллах Welt Хорошо, то есть Это всего лишь причины То есть, если ты будешь взывать к Аллаху То есть, отстранишься от людей Хорошо, тогда Всевышний Аллах Welt Будет давать тебе сам И люди, которые дают тебе это Всего лишь причина, которую Аллах По причине Него не спослал тебе что-то Или же, если тебя коснулось Какое-то, то есть, наоборот, то, что тебе не нравится и так далее, какая-то беда и так далее, то это также всего лишь причина. То есть человек злится на кого-то человека, который, например, авария. И зачем ты злишься на него? Он мискин, что сделал? Хорошо. То есть да, даже если он... Это всего лишь причина также. Всевышний Аллах и так и так предписал тебе, что твоя машина, то есть в тебя врежутся, например. Что тебе будет такой-то вред. Это предписание кого? Всевышнего Аллаха. И насколько проще будет человеку в сердце справляться с какими-то мирскими невзгодами, если первое, о чем он будет вспоминать, о том, что это Всевышний Аллах предопределил ему. Хорошо. То есть человек позвал его, хорошо дернул за куртку, и она порвалась. Ты прежде чем разозлиться на этого человека, поругать его за то, что он сделал, задумайся о том, что кто предписал тебе? Всевышний Аллах. Да, Аллах сделал его причиной. Мы не говорим, то есть это не знаешь, что делай, что хочешь, и потом оправдывай себя предопределением. Не, ни в коем случае. Но вместе с этим тебе будет проще терпеть какие-то беды, невзгоды, которые постигли тебя, когда ты будешь понимать самое первое, что ты будешь понимать, что это коснулось тебя от кого? От Всевышнего Аллаха. И почему тебе будет проще? Во-первых, Аллах пожелал это. Во-вторых, тот, кто пожелал, чтобы это случилось, он может тебе облегчить этот исход так же. Сколько людей, которые попадали в беду, взывали, зная, что она от Аллаха терпели, проявляли терпение, взывали к Аллаху делал эту беду причиной того, что ему в десятки раз больше приходит. Так или не так? То есть поэтому, теперь тогда вопрос. Значит ли это, если человек пришел и тебе, то есть, какой-то подарок дал ради Аллаха? Всевышний Аллах тебе предписал, хорошо, то есть это или нет? То есть у тебя, он тебе дал 50 тысяч, например. Кто тебе предписал эти 50 тысяч? Аллах этот человек является кем? Причиной, которая, то есть по причине которой и пришло тебе твое предопределение. Тамам. Тогда можно ли взять у него деньги и сказать Аллах, Аллах, Саламу алейкум, и закрыть перед ним дверь? Или же нужно поблагодарить этого человека? А? Что нужно сделать? За что ее благодарить? Ахи причина, только что сказали, он всего лишь причина. Благодаришь Аллах, Субхану Аль-Гэш, Аль-Хамду-Ллах, и дверь закрыл и ушел. Нет. Приходит хадис. Какой хадис? Да, тот, кто Аллах, Субхану посланник Аллах, Салаллаху алейкум, сказал «Ман ла яшкуринна са ла яшкурилля». Тот, кто не благодарит людей, он такой не благодарит Аллах, Субхану ата-Аля. То есть благодарность людей, потому что он же причиной является. То есть он причина, то есть Аллах, Субхану ата-Аля, из всех выбрал именно его. То есть человек должен с двух сторон смотреть. Подобно тому, как Всевышний Аллах, Субхану ата-Аля, пожелал, чтобы тебе эти, в данном случае, например, эти 50 тысяч или же какая-то, то есть какой-то подарок дошел до тебя. Подобно этому Аллах, Субхану ата-Аля, из всех выбрал именно его, чтобы он тебе принес. Потому что желал блага для него, потому что ему это вернется иншалу, если он делает это искренне ради Аллаха, Субхану ата-Аля, награды и так далее и тому подобное. И поэтому также то, что идет между вами, то есть ты же не смотришь на то, кто это Аллах, Субхану ата-Аля, сделал и так далее и тому подобное. То есть об этом мы говорим для того, чтобы человек воздавал в хвалу Всевышнему Аллаху, знал, что это случилось по милости Аллаха, но вместе с этим случилось-то оно на руках этого человека, поэтому ты благодаришь его за то, что он сделал. И то же самое наоборот, то есть если какой-то вред коснулся тебя, это не значит, что ты говоришь, человек подошел и как тебе по лицу ударил, и ты говоришь, я знаю, что это предопределение Аллаха, ты стал причиной этого и так далее. Нет, то есть ты говоришь, зачем ты это сделал, ты его спрашиваешь за то, что он сделал и так далее и тому подобное, может быть даже обратно ударишь его, по лицу нельзя бить. Но в любом случае, то есть это другой вопрос. То есть да, ты свое право, имеешь право брать, но вместе с этим, когда мы говорим, что человек всегда должен связывать сердце с Аллахом, знать, что это от Аллаха, что все это испытание от Аллаха. Хорошо. Но, то есть несмотря на то, что все это является причиной, то известно, что огонь, хорошо, сжигает. Известно, что хищные животные какие-то, они, хорошо, то есть охотятся, или же как-то могут тебя укусить и так далее, сделать тебе какой-то вред. И то, что, то есть враг наносит вред своему врагу и так далее. И все это создал Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, вещи, в которых есть какой-то вред. Но все это из войска Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Повелевает кому? Пожелает. Аллах, субханаху ата'аля, сказал, то есть намасых биядиллях, то есть какое бы живое существо не было бы на земле, или же на небесах, неважно, Аллах, субханаху ата'аля, держит их за хохол. То есть имейство управляет им, а это все в руках Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Только он, если пожелает, что-то случится. Поэтому, если пожелает Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, отправит против тебя это, свое войско, хорошо. То есть, если пожелает, Аллах, субханаху ата'аля, хорошо, то есть не позволит им что-то, то есть тебе как-то донести какой-то вред. Идзен, и это ни в коем случае не противоречит тому, что ты предпринимаешь какие-то причины, которые, то есть известно среди людей, что они приносят благо, или же известно у нас в шариате, что они приносят благо, или же те причины, которые спасают тебя, то есть от чего-то плохого, хорошо. То есть человек, например, боится того, что летом будет жарко, и покупает кондиционер, вентилятор, открывает окно, например. Нет в этом никаких проблем, но упование только на одного Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Таамам.